Задача художника – приоткрыть завесу тайны, позвать зрителя за собой в длинный духовный путь возрождения через настоящую красоту и гармонию окружающего мира. Работу Александра Маранова узнаешь сразу. Ему удалось найти свое видение мира, свой неповторимый стиль. Путь к этому был сложный и тернистый, но он сумел его пройти и дать нашему времени, которое все ближе подходит к пониманию единства с космосом. Именно то, что нужно – умение увидеть в земной форме космическую силу, космическую энергию. Работы Маранова показывают, как на Земле идет уникальный процесс развития нового космического творчества. Мастеров, тонко чувствующих и на бытие, беспредельность и умеющих передать невидимый большинству мир, еще так мало и тем ценнее видеть тех, кто приходит к художнику на мастер-классы, учится видеть и писать по-новому. Художник ясно чувствовал с самого начала творческого пути, что та база чистого реализма, которую он получил при обучении, только опора, которая позволит передать нематериальные ощущения и образы. И вот в 1992 году пришло озарение, полностью преобразившее его творчество. Я почувствовал свечение, именно почувствовал светящуюся точку. Она была абсолютно абстрактная, но двигалась как живая. Когда я ее увидел, пришло успокоение и она стала приближаться. Сначала она находилась на большом расстоянии, потом приблизилась, и через нее я вошел в какой-то другой мир и увидел в нем природу, пейзажи, светящиеся человеческие фигуры и такое разнообразие жизни, что подумал, лучше надо писать. В последствии я уже не чувствовал такой же вот конкретной точки, с такой же силой видения. Но теперь, когда переживаю проблемы человеческие, закрываю глаза и представляю то, что почувствовал первый раз 15 лет назад. Смотря на его работы, вспоминаешь тех духовных искателей, которые так стараются проникнуть за земную трехмерность и ощутить не теоретически всеединство, отсутствие независимого существования. Вспоминаешь и Александра Чижевского с его ритмами Вселенной, и Владимира Вернадского с живым веществом, и Владимира Соловьева с его идеей всеединства. Вспоминаешь Людмилу Васильевну Шапошникову, которая говорила, «Космическое сознание начинается с признания Земли космическим телом, а себя самого, разумной и одухотворенной силой этого космоса, каждой живой клеточкой, связанной с последним». И еще. Увидеть в земном предмете космическую силу и космическую энергию удается пока лишь художникам. И как радует то, что картины Александра Борисовича привлекают и физиков, которые начинают ощущать в них нечто близкое им. Может быть, одна из задач художника – помочь ученому сказать, а вдруг, и начать искание в новом направлении, которые помогут человечеству открыть еще неведомое и преобразить мир, сделать его более утонченным и прекрасным. Целый ряд работ, посвященных женщинам, вдохновляет удивительной красотой, показывая понимание художникам великой миссии женщины и приближения эпохи, гармонии двух начал. Художник в вечном поиске красоты. Я мечтаю передать людям ощущение того сияния, что спасло меня и ввело в чудесный мир красоты и гармонии, которых так недостает сейчас человеку и к которым он так стремится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok